Слово Перед нами поразительная глава Перед нами глава, перед которой трудно устоять Которая заставит нас пересмотреть все наше мировоззрение Я совершенно не сомневаюсь, что будь у нас полная Понимание, будь у нас полные сведения об истории Израиля И истории Самарии И не будь у нас ничего, кроме 4 главы Евангелия от Иоанна На этом основании мы вполне могли бы доказать, что есть лишь один Бог И Сын Божий Иисус Христос, это Мессия Если бы мы достаточно знали И в достаточных подробностях знали историю этого времени, этого места и жизнь в это время В последней, 21 главе своего Евангелия Иоанн напоминает нам о том, что не все слова и дела Иисуса вошли в его повествование Он говорит, вы знаете, если бы мы записали все, что он сделал и все, что он сказал И записали бы и обозначили бы все следствия, все выводы из того, что он сделал и что он сказал То, думаю, всех книг в мире не хватило бы, чтобы это вместить Всякое историческое повествование по определению избирательно Все не вместить Нам известно 30 притчей Иисуса Христа Нам известно 35 чудес совершенных Христом Можно поручиться, что и притчей, и чудес было существенно больше Для нас дошло немало описаний бесед Иисуса с людьми В том числе и беседы, о которых говорит только один евангелист Например, только Лука в 19 главе своего Евангелия говорит о встрече и разговоре Иисуса с Закхеем Только Иоанн говорит о беседе Иисуса с Никодимом в 3 главе И о беседе с женщиной-самарянкой в 4 главе Несомненно, были и другие беседы, о которых мы не знаем И евангелисты выбрали только некоторое интервью Только с некоторыми людьми Каждое из этих интервью говорит о совершенно конкретных темах И вот перед нами два совершенно разных человека С одной стороны Никодим, с другой стороны самарянка Знает ли Иисус, что делает такому человеку, как Никодим? Человеку известному, влиятельному, признанному Конечно, знает Есть ли у него, у Иисуса, что сказать самарянке? Самарянке, которая живет в низах общества, которые пренебрегают? Конечно, есть Может ли великий врач Иисус исцелить своим средством Никодима? Конечно Может ли великий врач Иисус исцелить своим средством женщину-самарянку? Конечно Но в чаше этого великого врача для самарянки и для Никодима Для каждого из них будет свое средство Иисус постоянно заставляет нас удивляться Иисус говорит, что Дух Святой подобен ветру Нельзя предсказать, в какую сторону будет этот ветер дуть Висит флаг и ветер его колышет туда-сюда И невозможно сказать, что через 40 секунд в эту сторону Через 60 секунд в эту сторону Потом вверх, потом вниз Но вот что важно Конечно, Дух Святой непредсказуем Вы знаете, сам Иисус очень часто не менее непредсказуем Он столь же непредсказуем Никогда нельзя Мы постоянно удивляемся Для нас неожиданно то, что в каждый момент совершает Иисус Иисус следует за Иисусом в его перемещении между Иудеей и Галилеей Он принимает крещение в Галилее. А в Иудее он идет на праздник в Кану Галилейскую, который оказывается в Галилее. Он возвращается в Иудею, он находится в храме, он беседует с Никодимом в Иудее. И сейчас, к началу 4 главы, он опять отправляется в Галилею. Вот и говорится в 3 стихе, что он покидает Иудею, он отправляется в Галилею. И в 4 стихе надлежало же ему проходить Галилею. Иудеи не ходили через Самарию. Это не случайно сказано. Почему? Потому что Иудеи через Самарию не ходили. Евреев дважды выселяли со своих земель. В первый раз, в 722 году, пришли осирийцы и выселили 10 северных племен. Второй раз пришли в 586 году жители Вавилона и выселили 2 южных племени. Now, in 516 BC, when the Jews began to come back to the land, things had changed. Потом, в 516 году до Рождества Христова, Иудеи начали возвращаться в свою землю, и все стало по-другому. И, например, именно после этого времени появилось огромное количество смешанных браков вот в этой части Израиля, которая называлась Самарией. As a matter of fact, there had been so much intermarriage, that the Jews and rabbis in Jerusalem determined that the Samaritans had lost their racial integrity and could no longer be recognized as Jews. Смешанных браков стало так много, что благочестивые и благоверные иудеи и учителя в Иерусалиме решили, что самаряне потеряли свою принадлежность к еврейству и больше не могли считаться частью еврейского народа. So they were treated like Gentiles, they were kept out of the temple, they were excluded from the worship of Israel. А соответственно и относиться к ним нужно было как к язычникам. В храм не пускать, к поклонению Израиля не допускать. И у самарян начал возникать свой собственный, альтернативный подход к поклонению. Они построили себе храм в Самарии, рядом с той горой, около которой Иисус говорит женщине. Они стали читать только Пятикнижие, потому что Иерусалим не упоминается в Пятикнижии. Иерусалим упоминается только в более поздних книгах Ветхого Завета. Чуть более чем за сто лет до разговора Иисуса с женщиной-самарянкой, человек по имени Иоанн Геркан, повел военную кампанию со стороны иудеев, повел военную кампанию против самарян, напал на самарян и разорил Самарию. А разорив храм в Самарии, Иоанн Геркан, как представитель еврейского народа, сказал примерно следующее, что вы не будете приходить поклоняться в наш храм, но мы не дадим вам поклоняться и в вашем храме. Представьте себе, сколь напряженными были взаимоотношения между иудеями и самарянами. Дошло до того, что, направляясь из Иудеи в Галилею, правоверные евреи обходили Самарию стороной. Они переходили Иордан, реку Иордан на восточный берег, потом шли на север, обходили Самарию, потом возвращались обратно к Иордану, переходили на западный берег через Иордан и оказывались в Галилее. Конечно, это неудобно, конечно, это долго, конечно, это неприятно, но с другой стороны, нельзя же заходить в Самарию, потому что с точки зрения правоверного Иудея самаряне оскверняют. Даже если случайно тень самарянина падала на правоверного Иудея, он считался ритуально нечистым и должен потом был пойти и пройти ритуальное омовение. Рави научили, что общение с самарянами ведет к ритуальной нечистоте, к религиозной нечистоте. Чтобы избежать нечистоты, нужно избежать общения с самарянами, а Иисус идет через Самарию, надлежало же Ему проходить через Самарию. Шестой стих, он устал, мы читаем. Он сел около колодца Якова. Было около шестого часа, если пересчитать время так, как его сейчас считают, это был полдень, самое жаркое время дня, потому что это время 4-6 утра. Пора было пообедать, перекусить, и ученики пошли в город купить еды, и он остался их подождать. Почему же он не пошел сам перекусить, или не пошел сам чего-то купить? Чего же он ждал? Ну, может быть, он остался, потому что устал, у него сил не было идти. Но я думаю, что это не все. Может быть, он знал, что ему принесут покушать. Но я думаю, что это не все. Он ждал ее. Он ждал, потому что знал, она придет. Я миссионер. Миссионеры строят стратегии. Миссионеры рассуждают о том, как в кратчайшее время донести Евангелие до наибольшевозможного числа людей, для того, чтобы принести максимально возможные результаты. Миссионеры говорят о движении народов. Миссионеры говорят о неохваченных Евангелиям народах. Миссионеры говорят о миллионах людей, о цельных регионах миллионов. Миссионеры говорят о стратегиях проповеди в городе. О том, как донести Евангелие сотням тысяч людей в Мехико, живущих на помойках. Как донести Евангелие до миллионов жителей Рио-де-Жанейро, Шанхая, Калькутты, которые никогда не слышали о Христе. Нам и вправду нужны стратегии благовестия в городе. Нам и вправду нужно задумываться о том, как в кратчайшее время донести Евангелие до наибольшего количества людей. Но ко Христу приходят не массы, а отдельные личности. Каждый человек лично ответственен за то, чтобы обратиться ко Христу. Перед Богом, для Бога важны конкретные люди. Иисус жил на этой земле всего 33 года. Из них всего три года посвящены были служению. И вот Он сидит в Самарии и ждет всего одного человека. Никогда, никогда, никогда не забывайте о том, как важно донести Евангелие вот до этого одного конкретного человека. Конечно, разумеется, несите Богу и весть в массы, но при этом не забывайте о том одном, которому обязательно нужно услышать. Пришла женщина подчеркнуть воды. Иисус говорит совершенно неожиданную вещь. Вспомните, общение с самарянами оскверняет. А в седьмом стихе Он говорит, дай мне пить. Знаете что? Из чего пить? Из того ведра, с которым ты пришла? Я бы ожидал, я бы не удивился, если бы Иисус, говоря с Никодимом, попросил у него «Слушай, дай мне напиться, и с твоей чашки можно, без проблем». Я бы не удивился, если бы Иисус сказал самарянке «Надобно тебе родиться свыше, ты вообще не такая какая-то». А Иисус делает все наоборот. Кстати, обратите внимание на то, что Иисус просит неверующую женщину о помощи. Мы в благовестии очень часто об этом забываем. Мы готовы в лепешку расшибиться для того, чтобы что-то сделать для неверующего. А часто нужно позволить неверующему человеку сделать что-то для нас, потому что если мы ему не позволяем этого, мы посылаем ему сигнал «Слушай, ты ничего не можешь, ты вообще не достоин, никак, ты никак не можешь мне помочь». Уезжая из Америки в Германию еще в 1986 году, как-то я беседовал за обедом с одним хорошим другом, с которым мы постоянно вместе обедали. Я тогда, 23 года назад, был бедным пастором. С тех пор я прошел большой карьерный путь, путь огромного карьерного роста. Я теперь бедный миссионер. А мой друг, с которым я тогда беседовал, с которым я тогда встречался, работал в городском отделе общественного отдыха. Зарплата его была куда меньше, чем у меня. Вот это был наш последний обед вместе. Мне предстояло уезжать. И вот мы отобедали и направились уже к машине на парковку. А я смотрю, он плачет. И я знал, я точно знал, почему он плачет. Жалко ему со мной расставаться, я ведь уезжаю. Я хотел, чтобы он мне это высказал. Мне было приятно. Я думал, ну как мне будет приятно услышать о его любви, о его расположении. А он еще в университетские годы занимался американским футболом. Он был такой высокий, здоровый, выше меня, хороший спортсмен. Я смотрю, этот хороший спортсмен плачет. Я говорю, Дэвид, что с тобой? Он говорит, я тебя уже восемь лет знаю. И сегодня, в первый раз за все эти восемь лет, ты позволил мне заплатить за твой обед. Плакал он не потому, что я уезжаю. Плакал он потому, что я впервые позволил ему поучаствовать в моей жизни. Я, в конце концов, признал его достойным этого. Признание, которого я не удостаивал его много-много лет. Также и с Закхеем поступил Иисус. Закхей, помните, был коротышкой. Знаете, что с каждым веком человечество становится все выше? Так вот, 20 веков назад Закхей был коротышкой. Вы можете себе представить, что такое коротышка 20 веков назад? Под микроскопом не увидишь. Как часто Закхею случалось беседовать со взрослыми людьми, которые смотрели на него снизу вверх? Никогда. Снизу вверх. Снизу вверх. И вот в первый раз Закхей встречается с Иисусом Христом. И в первый раз в жизни Закхей, поскольку он на дереве, смотрит сверху вниз. Он смотрит сверху вниз на Бога, на всемогущего Бога, Творца неба и земли. Задумайтесь. И что говорит Иисус Закхею? Иисус говорит Закхею, слушай, слезай из дерева, пойдем пообедаем за твой счет. То есть, говорит, к тебе я домой приду. Понятно, что платить за все расходы будет Закхей. Представьте себе, Иисус начинает благовестие, позволяя неверующему человеку поучаствовать в его жизни. Дай мне пить, говорит он. Скажу сейчас о том, о чем в церкви говорить не принято, а здесь можно. В 9 стихе женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки. Как ты заговариваешь со мной, самарянка? Иудеи этого обычно не делают. Вот о чем мы не говорим в церкви. Ей казалось, что она уже знает, зачем этот мужчина с ней заговорил. Она знала мир мужчин. Причем знала их преимущественно только с одной стороны. Насколько она знала, насколько она могла себе представить, Мужчина-иудей может начать разговор с ней, с самарянкой, и попросить у нее попить только по одной причине. Для нее с этим мужчиной все понятно. По-другому и быть не может. Потому что другого такого мужчины нет. Нет ни одного другого такого мужчины, нет ни одного другого такого иудея. Я думаю, что она сразу же поняла, сразу же почувствовала, что он любит ее. Но она понимала только один вид, только одно проявление мужской любви. Ей казалось, что она его раскусила. Ей казалось, что она знает, что он за мужчина. Она ошибалась, потому что другого такого не было. Она смотрела на него с точки зрения своих стереотипов. Она его классифицировала как еврея-мужчину. У мира тоже есть стереотипное восприятие христиан. Стереотипное восприятие священнослужителей, пасторов. Во всей британской литературе величайший из романов, написанных британским писателем, британской писательницей, это, пожалуй, гордость и предубеждение Джейн Остин. И, кстати говоря, есть немалая экранизация этого произведения. И, пожалуй, величайший, и, пожалуй, величайший идиот во всей английской литературе, это как раз один из персонажей гордости и предубеждения. Это, конечно же, мистер Коллинз. А угадайте, кто он по профессии. Да вот он мой коллега. Он служитель. Стереотип служителя, придурок. Он мерзкий, отвратительный, слабак. Весемер. Зная, что вы человек верующий, мир будет смотреть на вас с точки зрения своего стереотипа и строить некоторые догадки по поводу того, что вы за человек. Не попадайте в эти стереотипы. Не соответствуйте им. Ваша задача преображаться по образу Иисуса Христа, а не исходя из того, кого хочет вас видеть этот мир. Ей казалось, что она его раскусила. А в 10 стихе он говорит ей, «Если бы ты знала дар Божий и кто говорит тебе, если бы ты знала, кто говорит тебе, все было бы иначе». Если бы ты знала, кто говорит тебе, ты бы так со мной не разговаривала. Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Поразительно, как Иисус говорит о себе в третьем лице. Сколь велик должен быть Он, чтобы говорить о себе в третьем лице. Если бы ты знала дар Божий, Христа, а о Христе можно возвещать по-разному. Каких только способов и подходов не придумали на Западе, каких только способов и подходов не придумали здесь, в России. Кто-то говорит о четырех духовных законах, кто-то пользуется мостом, аналогией моста. Кто-то начинает разговор с вопроса, «Если бы ты сейчас предстал перед Богом, уверен ли ты, что Он взял бы тебя к себе в небеса?» Начать можно по-разному. Но чтобы Евангелие осталось Евангелием, нужен, по крайней мере, один неизменный компонент. Нужно убедиться, что люди поняли, что Бог предлагает прощение даром. Его не заработать, Его не заслужить. Это даром. Иисус сказал, «Если бы ты знала дар Божий, ты бы просила». Это ваша работа, это моя работа, чтобы люди знают о даре, чтобы они будут просить его. Ваше дело, мое дело узнать о Божьем даре, чтобы человек попросил его. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, Вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok